Всем привет! Вы на канале Bonita Parfum. Меня зовут Зоя и сегодня у нас обзор по Parfummi d'Eleforte. Как видите, у Parfummi d'Eleforte новый дизайн флаконов. Мне нравится такой дизайн, он прикольный. Он, конечно, не такой, скажем, замысловатый, не такой, может быть, вдумчивый. Но, тем не менее, бренд решил перевыпустить ароматы вот в таком дизайне. Смотрите, какой флакон. Такая увесистая золотая крышка. Такая, грамм на 500. Очень плотно прилегает к флакону. Вначале очень плотно. То есть, было первое время, очень тяжело было даже просто элементарно снять флакон. А потом оно немножко уже разработалось. Но с другой стороны, это хорошо. Я думаю, такие флаконы прекрасно подойдут для путешествий. То есть, этот флакон не будет ни течь, не будет сочиться аромат. Здесь все продумано. Лаконично, красиво и стильно. Итак, первый аромат, о котором я хочу рассказать, это Верзилия Аурум. Я уже о нем рассказывала в предыдущих обзорах. Это были обзоры по гурманнике. Напомню, что это один из моих любимых ароматов. И этот аромат, в принципе, я уже обозревала. Но, в любом случае, в двух словах повторю, что я о нем думаю. Аромат очень вкусный, очень сладкий, очень гурманский и очень пудрово-кондитерский. Аромат – это праздник жизни. Аромат, действительно, который вдохновляет на какие-то, не приключения, но, наверное, какие-то такие смелые мысли, какие-то такие мечты веселые, отзывные. То есть, сочетание гелиотропа, ванили, бобов тонко, всевозможных сладостей, там даже клубника есть в составе. Они дают вот такой вот взрыв эмоций, взрыв мозгов. Этот аромат для любителей гурманики, для любителей восточных и просто сладких ароматов. В принципе, этот аромат не обязательно как-то классифицировать, потому что он может быть в любой парфюмерной коллекции любого человека, потому что такое настроение, которое есть в этом аромате, нет ни в одном. Даже среди множества гурманских ароматов, вот такого какого-то выстрела, вот такого ярких каких-то эмоций нет ни в одном. По крайней мере, из тех, которые я знаю ароматов. Поэтому этот аромат, в принципе, может даже особняком стоять в любой коллекции, там, среди шипр, кож и фужеров. Следующий аромат, это Витория Апуана. Если мне память не изменяет, по-моему, о нем я не рассказывала. Все грозилось, но вот, наконец-то, настал его час. Витория Апуана. Это прекрасный аромат, который вроде как вторит. То есть, вроде бы, с первых нот кажется, что он не индивидуальность. Но на самом деле это ошибочное впечатление. Поэтому я всегда предлагаю тестить на коже аромат. Ну, или хотя бы там дать блотеру там хотя бы полчаса для того, чтобы он раскрылся. Вот у меня, кстати, на блотере нанесена Витория Апуана. Аромат такой же сочный. Очень похож, кстати, с Верзиле Ауром в плане сладости, сочности и яркости. Но Витория Апуана все-таки это такой некий тропический уклон. Аромат, в котором явно присутствует цветок Тиаре. Кстати, по звучанию он похож на кокос. Ну, на самом деле это звучит цветок. Очень явно слышен банан. Причем, скорее, не мякоть банана, а вот эта вот шкурка банана. Ну, не закисшая какая-то там, да, уже. А вот только вот вы скрыли банан. И вот это такой вот свежий банан. Аромат настроения. В принципе, несмотря на свою сладость, на такой очень хороший, восточный такой уклон, аромат чистолетний. Аромат для путешествий. Возможно, он подойдет более молодым девчонкам. Или там, скажем, ну, то есть возрастная категория, как мне кажется, здесь явная. То есть, если Верзилия Аурум, это, опять же, повторю, несмотря на сладость, это универсальный аромат. Он раскроется на каждой женщине, независимо от возраста. То в теории Апуаны более игривы, более такой, в плане раскрытия, легкий, более понятный. Но в то же время он неповторим. Однажды мне удалось понюхать цветок Тиаре. Ну, вот в реале, просто с куста вот так сорвала и понюхала. И сразу вспомнила про Верзилия Апуаны. Очень похоже, очень. Отобразили вот прямо натуралистичное такое звучание. Рекомендую этот аромат. И еще один аромат. О нем я говорила. Говорила с большим вдохновением, с обожанием и с придыханием. Но сегодня я его раскрою немножко с другой стороны. Это By Night White или Bianca. Белая ночь. Здесь, кстати, есть его парочка. Черная ночь, мужская. Мы говорили о нем в обзоре про парный аромат. Так, а не святого Валентина. Совместно с похитителем ароматов. И вот сегодня в новом дизайне наш любимчик снова с нами. Как он хорош. Война и Бьянка. Ну, что сказать об этом аромате? Аромат тихой белой ночи и темной. То есть аромат тихой ночи. Скорее всего, это летняя или весенняя ночь. В которой уже нет холода, уже есть какое-то цветение, какое-то пробуждение природы, теплота. Там, не знаю, какие-то там задушевные беседы. Возможно, у костра. Возможно, просто в теплой комнате, под теплым пледом. Или под средней теплости пледом. То есть это вот аромат, скорее всего, душевный, который, как и Верзилия Аурам, он подойдет в любую коллекцию. И он более универсальный, чем Верзилия Аурам, потому что здесь гораздо меньше сладости. Это вообще, в принципе, другая концепция аромат. Аромат из тихих. Знаете, тихий аромат. Я уже говорила о том, что тяжело создать тихий аромат. Гораздо легче создать более пылающий такой какой-то огненный аромат. Тихий аромат, так, чтобы он полюбился, тем более стал таким бестселлером, каким стал Байна Бьянка. Очень трудно. И, ну, я думаю, что про Фоми Дель Форте под силу абсолютно все. И этим своими ароматами создатели доказывают это в очередной раз. Так вот, этот аромат, я считаю, моя рекомендация, если вам это интересно, должен быть в каждой коллекции. У каждой женщины разных возрастов, разных политических взглядов. То есть, он раскроет душу каждой женщины. Потому что он и нежный, и тихий, и скромный. В то же время он сексуальный, вдумчивый. Иногда он так не кричит, да, как Верзиля, а покрикивает, она вскрикивает. Иногда он затихает. То есть, этот аромат, целая история. Пожалуйста, Байнает Вайт или Байнает Бьянка протестите его. И, я уверена, большая часть из вас его полюбит. Я, по крайней мере, его полюбила очень сильно. Вот его пара. Байнает Блэк или Нера. Мужской. Говорили мы о нем в том обзоре ко дню влюбленных. Могу сказать, что сейчас этот аромат еще более стал актуален. Потому что наступило лето, а он, в принципе, свеж. Единственная поправочка на то, что пирамида, как всегда, у итальянцев просто противоречиво, непредсказуемо, прекрасная. Свежак свежаком, тем не менее, и ладан, и специи, и древесные ноты. Очень характерный свежак. Очень такой, скажем, он в себя влюбит. Но в то же время его надо тестить на коже. Нужно с ним ознакомиться, может быть, даже не в первый, не в один, как говорится, заход. Потому что я не в первый заход его полюбила. Это был, наверное, третий или четвертый. Он, я думаю, в компании с Байнает Вайт хорошо дополняет. Это как бы вторая половинка. Если здесь больше неги, больше нежности и женственности, то здесь такая, какая-то такая напористая, интеллигентная, но сексуальность. Вот для мужчин тоже, считаю, в коллекции обязан быть этот аромат. Мое мнение, очень скромно. Чем? Ну, среди всех свежаков, вот сколько мы делали обзоров по свежакам, по мужским ароматам, прошлый обзор. Все-таки свежак, 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 свежак. Как такое наслоение свежаков. И хочется среди свежих ароматов найти индивидуальность. И вот Байнает Блэк или Байнает Нерро вам в этом очень сильно поможет. Пожалуйста, пробуйте его. Такая романтическая пара. Еще один красавчик, о нем я вскользь упоминала, очень много о нем, так, такие сделала, предисловия большое. Вот, тадам, Прима Руджиада. Он не вошел в обзор по свежим ароматам. С одной стороны, жаль, потому что он бы хорошо там вписался, с другой стороны, ура, потому что, во-первых, я представляю его в новом дизайне, во-вторых, он не свежак. То есть, при дальнейшем затесте мы поняли, что аромат отнюдь не такой уж и простой привиальный свежачок. Кто любит сочетание, несочетаемые, скажем, скошенной травы и косметической дорогой рассыпчатой пудры? Или, к примеру, легких, таких, вполне узнаваемых специй и какого-то такой дорогой, дорогой, дорогущей просто нереально ткани? Или, например, какой-то цветок, который только сорвали, и вот он, зелень, зелень в нем, одна зелень. То есть, ты не слышишь пыльцу и слышишь зелень. И тут потом тебе в нос ударяет огромное количество пыльцы с этого цветка. То есть, противоречий в аромате очень много. Но его травяное, такое яркое травяное начало сменяется прекрасным, восточным, пудрово-терпким, горьким шлейфом. Прима Руджада. Аромат обязателен к затесту. Не обязателен в коллекции, потому что очень индивидуален, очень характерен. Не могу его представить на, то есть, конкретно какой-то дать портрет женщины, которая может его носить. Я бы его с удовольствием носила. Уже хочу, это бы хотел, как у меня этот флакон. Не могу его даже к сезону какому-то определить. Аромат почти гениален. Для меня, конечно, больше нужно востока. Восток больше все-таки в разделе аурум для меня. Но Прима Руджада это твердая пятерка среди арматов, которые индивидуально, аутентичны и не пойми, чем пахнут. Это вот как раз тот вариант. И, кстати, на коже я обратила внимание, есть небольшое сходство. Небольшое, просто даю ориентир. С Картузия Караллиум, но Караллиум уже неоднократно его освещали, показывали, рекламировали. Все же он более плоский, более понятный, более такой развернутый. Вот развернулся и все. Вот он запах шипром и спасибо. Прима Руджада, Граста, вот как будто, знаете, взяли пульт и навалили громкость. Вот она реально, использовала телефон в виде пульта, она реально сносит крышу в базе, и она до сфоры даже Караллиум. Когда просил меня поклонники Караллиума, я сама его поклонник. И последний аромат, о котором я тоже делала мега-мега анонсы, рекламы там, скоро на экранах, Теренико. Но мы о нем очень сильно много говорили и очень сильно о нем скучали, потому что он был снят с производства, даже в старом дизайне его не было. Это была печаль. Но теперь наши страдания закончились, и вот Теренико. Вчера я писала о нем статью в блог. Меня муза покинула, поэтому я скажу то, что сейчас я могу о нем сказать. Это чистой воды морской бриз. Вот знаете, как пахнет морская вода? Ну, рыбой, тиной, песком и ракушками. А вот морской воздух ни с чем не сравнимый, ничем не заменимый. Куда бы вы ни поехали, бассейны, речки, озера, ну не то. Вот не то. То есть морской аромат, аромат морского воздуха, выражен в этом флаконе. Не знаю, как они это сделали. Мне остается только хвалить, нахваливать и прославлять. Морская соль, фенхель, цитрусовые, мох. Я не знаю, я просто пирамиду наизусть не помню, но говорю то, что я слышу. Жасмин. То есть здесь видится картина безлюдного пляжа. Может, не безлюдная, а где там ДНД, как у нас в Украине говорят, там влюбленные парочки сидят. Уже такое немножко как к закату близится. Этот белый песок на коже, этот бриз, легкий ветер. Может быть, там какие-то фрукты на подстилке у вас. И вот это вот состояние, единение с природой человека стихия. Вот тернякот, я вижу в этом флаконе вот эту целую историю. Несмотря на свою такую довольно-таки легкую пирамиду, я имею в виду по стиле, не восточная, более свежая. Он очень стойкий. Он очень стойкий. В принципе, Профуми Дельфорте радует своей стойкостью. Реально стойкие ароматы. Но он просто невыводимый с кожи, честно. Это будет приобретение века у вас. То есть это аромат для путешествия, аромат для лета. В то же время он будет у вас, не знаю, насколько лет, не в плане лет, а лет, сезон, он вам хватит. Потому что он очень стойкий. Два пшика и вы в облаке просто. И шлейф нереальный. Спасибо большое Профуми Дельфорте за их прекрасные ароматы. В отдельности за Теренико, что они наконец-то его нам снова дают возможность приобретать. Что касается стоимости этих ароматов. Они, опять же, я говорю, сравнительно с другими ароматами недорогие. Конечно, это ниша, итальянская ниша. Она не может стоить дешево. Но те ароматы, которые заключены в этих прекрасных флаконах, того стоят. Здесь не все, конечно, у нас ароматы. Очень много ароматов осталось в тени. Но, к сожалению, нет всех флаконов. Да и, кстати, бренд, многие флаконы, многие ароматы просто снял с производства. Поэтому я не вижу смысла их освещать в обзоре. Я вот самую топовую вам показала. Есть еще Верзилия Платину. Все, горжусь о нем. О ней рассказать никак не расскажу. Но это будет отдельный обзор ближе к зиме. Обзор подходит к концу. Я думаю, что вам было интересно. Если было интересно, поставьте, пожалуйста, лайк. Если у вас есть впечатления по-другому аромату, про Фуми, мне очень интересно. Напишите в комментариях. Потому что я высказала свое мнение, как обычно, но хочется знать ваше. До скорой встречи. Всем пока.